Я буду беседовать с вами с тремя. Вы как-то сядьте сюда, Виталий. Рядышком сядьте. Или стоите, или как-то так. Мы сядем. Побеседуем. Наверное, очень важную тему. Мы можем сидеть, давай сядем. Очень важную тему. Что еще будем сидеть? Да. Ну, вы сядьте, просто вам удобнее будет. Я побеседовать вот на такую тему хотел. Первый вопрос, я всегда так задаю. Какие наши с вами отношения? В смысле? В смысле, с кем с вами? Со мной, конечно. Какие претензии какие-то, что-то. Нет, ничего нету. Ну, все хорошие отношения, хорошие, что сказать. Мы сейчас шли, разговаривали о зависти. Это страшный, страшный грех в зависти. Вот нынче мы решили ехать на благовестие. Это не как мы ездили в воскресенье и назад разъезжались, а уезжаем на неделю на две, а то и на три. Мы пока в планах, это Новосибирская область, захватить Красноярский край, Кемеровская область, Алтайский край, до самой границы с Китаем дойти. Где удастся? Это как себя обеспечить, как готовить, как сохранить, как встречаться с людьми, где ночевать, как помыться даже не один день. И поэтому, в первую очередь, нам нужна была машина. Предложение купить вот такую газель местного производства, ну, российского. Это Игорь взял в Лужковках. Ну, а я обратился за помощью братьев, которые знают, и такие специалисты, дальнобойщики. Один директор своей компании, которая машины перепродает, он ясно дело, что знает, ну, с других областей. Ну, и остановились на том, что надо иномарку брать. Эти ломаются, сейчас-то, то-другое. Но они все заваливают за миллион. За миллион, это уже там до трех миллионов. Второе, тяжести большой не могут взять, ну, и проще-то. Это у нас машина. Опять мы крутили всю зиму, потом решили забрать прицеп. С прицепом, фаркопом не получается. Тогда остановились на той, которую предлагал газель Игорь Глушков-то. И сказали, 700, там 21 тысяча. Батюшка, когда приезжает у меня, он побоет маленько, в город уходит. Я ни разу его не видал в городе, как он где ходит. А в этот день мы с ним встретились. Мне завтра сообщили, машина, ее не было в Алтайском крае, а она прибыла, ее нужно срочно брать. Потому что Игорь уже договорился. И батюшка меня впервые встретил возле банка. Он ничего не понял. У меня нету ничего, у меня кроме пенсии, у меня дохода никакого нету. Ни рубля, ни полрубля нету-то. Но уже к вечеру я принес, здесь подешевле оказалось, 620 тысяч, я в руки передал. Уже. Это все на мне. Ну, объявили сбор, сбор только одна треть. Все остальные 400 тысяч полностью лежат на мне, вот то, что стоит в машине. Но это не для меня. Ну, хозяином Виктор поставленный, и все, я не ездить не умею ничего. Для Бога. Почему? Я верю, что Слово Божие гласит, идите по всему миру и пропадайте Евангелие. Это время быстро-быстро кончается, и мы пожелаем, но эта территория будет уже не наша, а китайская. Пока она еще под Россией, надо успеть везде побывать и прочее. Это я просто разговор, дорога и мы шли разговаривали, поясняю. А разговор конкретно вот такая тема. Я буду с кем разговаривать? С тобой, наверное. А ты, кто пожелаете, скажет, поднимайте руку только, чтобы не в три голоса говорить. Вот. Какая разница между благословением и проклятием по Библии? Так, сначала первый вопрос. Вы в Библию верите, что там Слово Божие? Ну, а как? Не сомневаешься? Ну, конечно. И опровергать не надо. Своих комментариев не надо, чтобы только по-другому сделать. Ну, и вопрос остается в силе. Разница между благословением и проклятием как? Так, что входит в благословение? Бог говорит, я благословляю. Что тут будет? Ну, добро будет. Ну, расширь. Где оно, добро? Ну, раз благословение тебе, Господь будет помогать. Помогать? В чем помогать? Охранять. Ну, в чем ты имеешь? Ну, Господь же видит, знает. Благословение в детях будет? Ну, да во все. Да во все. Во все. И на войне будешь, говорит, усвешен. И в здоровье. А проклятие... Это гора Горизима, гора Гевал. Горизима это благословение, гора проклятия Гевал. И весь народ говорил омень. Злословящий отца и мать, что? Да, смерть умрет. Смерть умрет. Проклятым перед Богом. Хочу, я не хочу быть хорошим, но я проклинаю мать. Павел наш, как обращался с матерью, знал в последние годы. Это вот я и Павел, говорит, тебе не за это или это? Он там ее ведьмой называл, еще такого у него не было. Это мать мне уже говорила все. Мать, когда он пьянствовал, она, говорит, не вытертывала, с пешки слезла, говорит, ты сказала. А он ее как там, ну и... Дело прошлое. Я говорю, Павел, тебе начать искать, надо вот с этой стороны. Так, но бывает человек проклинает, а написано, незаслуженное проклятие не сбодится, как воробей спорхнет. Ну проклинают, а что ты? Христа проклинали, а он Бог. Апостолов проклинали, а они апостолы. Это никакой роли не играет. Но есть проклятие Божие. И Господь говорит, проклятием вы прокляты. И не одному, двум человекам, а весь народ проклятый. А люди говорят, за что? За то, что вы обкрадываете Бога. Это Бог говорит. И оправдываться не надо. Только народ затрепетал и говорит, а в чем мы обкрадываем тебя? Он говорит, десятины и приношением. А то весь Идраиль обкрадывал. И они этого не знали. Притом не знали, а в чем мы. Господь говорит. Вот я прочитаю, сейчас я все специально выписал здесь. У меня сегодня уже не первый разговор. Можно ли человеку обкрадывать Бога? Малахия 3, 8, 11. А вы обкрадываете меня. Скажете, чем обкрадываем мы тебя? Десятиной и приношением. Если обкрадывает человек вор? Конечно. Ну, вор не простой вор, а святотатис. Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня. Принесите все десятины в домохранилище, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Савов, не открою ли я для вас отверстий небесных, и не залью ли на вас благословение до избытка. В этом не приходится сомневаться. Я к каждому обращаюсь. Если ты верующий, ты должен платить десятину? Конечно. Должен. И это, я, в пример, возьму мою маму. Она упала каждую весну, выпрашивала. Паша, дай мне участочек какой-то земли. Мам, да, все тут не хватает. Да нет, мне свой. Да зачем свой? Все твое. Да нет, я со своей грядочки соберу морковочки, да я отвезу, у меня там батюшка Никола. А Николе не надо. Никола говорит, да мне уже привезли. А бабки уже знали, мать домой не повезет. И бабки вокруг нее гуртовались там. Мать это знала. Она сразу отрезала десятину и везла. Я про себя могу сказать. Вот нынче, 27 сентября, будет ровно 50 лет, как я обратился. Я с первого дня положил другое. Отдавать 9-10. И я на этом накале, на 2-3 работах работал. Из 100 заработанных рублей 90 посвящал на дело Божие. И поэтому у меня такое благословение. Во все эти проклятия людей меня никаким образом не могут затронуть. Я благословен на свободе, благословен на благовестии, благословен в тюрьме, на болезни, везде благословения. Почему? Вот. Десятина. А далее. Грешнику говорит Бог, что ты проповедуешь уставы мои, берешь завет мой в уста твои, а сам ненавидишь наставления мои, слова мои бросаешь за себя. Когда видишь вора, сходишься с ним, с прелюбодеями сообщаешься. Ты это делал, я молчал, может быть год, два, двадцать лет. Ты подумал, что я такой же, как ты. И заблечу тебя, представлю при глазах твои грехи твои. Я сегодня беседовал об этом с Мишей Никитиной много, вчера с Женей. Я случайно узнал, что не платят десятину. Это уже не первые люди, у нас в общем этого нет. А вот здесь оказалось такое есть. Не платят. Тебе это понятно? И выход такой. Когда человек один оказался, что не платит, я его призвал к себе, вашего человека. Я говорю, давно ты не платишь? Он говорит, до два года. А почему? Ну вот как-то там то не поправился. Извинений никаких нет, ты не платишь. Сейчас только одно. Подсчитай, сколько ты своровал. Судья говорит, ты должен вернуть на ворованное. Ну и так я каюсь. Ну сначала верни на ворованное. Человек сел, подсчитал. Сумму-то за два года не платил, а заработок хороший. Ты вот это вот, я тебе оставлю бумагу, ты всем детям с вами скажи. Дети, будьте благословенны. Платит ли от своих двадцати тысяч роман? Платит ли Алексей? Это я уже говорил. Это я уже читал. Это все я читал. Первое Петра. Только бы не пострадал кто из вас как убийца или вор. Да, да, да. И вор не у человека у Бога. Это прекрасно. Ну это понятно. А Тавид, вот один восьм, он платил три десятины. А одна десятина прямо в руки священнику отдается. Вторая, вот там ящик висит, это на нужной церковной. И третья, тайна никто не знает, много, мало ты подал нуждающимся, нищему. У нас было так. Ну батюшка, это не из тех, которые воруют. Ему дает человек. Это надо, это заработано. Он отдает. У меня совсем мало. Батюшка ему ровно в десять раз дает обратно. А от батюшки уже идет епископ, ты отдай сначала. А теперь из этого, вот у нас церковная касса, там вскрывают несколько женщин. Их на благовестие, в больнице, роженятся, на праздники, купить ребятишкам где-то. Я эти деньги не вижу, не знаю. Мои деньги это те, которые только мои. Но у меня долгосрочные, вот такие вот, я допустим взял машину, я судил, откуда бы я ее взял-то, если это, это мое. Это кровно мое, не ворованное. И я один горблю за это. Книги это обошлись только трехтомник один, это за миллион завалено. Это понятно, какими деньгами я должен был. Это все, все в долг. Все, что я издавал, что делал, все в долг. Но интересный долг, что если я не отдам от продажи книг, деньги вернуть-то, то они дали, сказав, что если я не отдам и умру, то должников не будет. То есть эти люди вот под такими условиями. Я их принял, благословим Господь. Все позади. Два года уже издательством я не занимаюсь. А эта милостынь идет туда. Я думал так, из книг, которые я издал, я из этих десятую часть буду отдавать. У меня сейчас получается, из десяти книг девять я отдаю бесплатно. Вот ты знаешь, ваши дети тут были, Илюшка там этот, Снохи и прочее. Что говорить, ты сам знаешь, дед. Это перед Богом. И это твое благословение. Ты как старше, я тебе даю это. Так а что я-то? А отец, когда будешь работать, покажешь. Это выписанные места. Значит, твоя задача, ты платишь благословенто у Бога. И чтобы никогда, нигде не было отговорок. Вот ты Сашу Долгого знаешь? Не знаю. Он работал на севере. И он работал, как на катапиларе, как этот трактор американский, бульдозер. И он работал три года, вернулся и хотел к нам присадить. Я говорю, а ты платил десятину? Нет. А я бы платил на севере, там серплей нету. А сколько заработал? Ну, я говорю, знаю заработок. Он подсчитал. Ну, у меня был оклад 72 рубля. А это три тысячи слишком. Это большие деньги в то время были. Большие, там пять с половиной Волга стоило. Это что, деньги были? Я говорю, ты готов отдать их, да, на книжке? Снимай. Он снял. Еще будем делать с деньгами. А теперь давай подумаем, куда их отдать Богу. Попы здесь не нуждаются. Мы кладем все время там на воршес, на другое. Мы пошли к отделенным баптистам, которые тайно печатали Евангелие. Печатали в других республиках. Многих посадили, многих убили у них, не вернулись из заключения. Там люди жизнью жертвуют. И Саша с удовольствием это отдал. То есть мы глядели на результат от Бога. И с ворами я знать просто не хочу. Человек не платит десяти, но я предупреждаю. Видишь вора и сходишься с ним. Я знаю, что ты вор, чего это буду? Значит, посмотрите себя. И Бог благословит и будет все по-другому. Чтоб за нами это не было. На суде Божьем это будет непреодолимым препятствием в райте. Почему? Проклятием вы прокляты. Вы, весь народ, обкрадывайте меня. Мне это не надо. Не надо. У меня здесь шик. Но сказать я просто обязан. Потому что у нас вообще нет ни одного. Ну просто нету такого. Вот здесь я услыхал. Вот сегодня думаю, дай-ка поговорю. Я знаю такие, Марина Коимчиня, это плотник, уехала. И она приучена была, действительно, они всегда платили. Она, Игорь, это всегда платят. Вот сейчас Люба платит там. И она приехала, и там батюшке греху своему там знакомому принесла и дает. Отец Григорий. А что это такое? Это десятина? Какая здесь? Он не знает поп даже, что. А ему не надо десятина. Ну почему? Да десятина пенсионная-то какая там? А торгует, когда у него в сто раз больше. А если десятина? Десятина уничтожает торговлю, беззаконие, требы, все, что за деньги делается. А зачем десятина? Все остальное Бог проклял и отверг и бичом и выкинул. Бог оставил только одна святая десятина. А священник с десятины, который поступает, он обязан десятину теперь Богу посвятить на нуждающихся. Я Евгении Дмитриевне сказала, я говорю, захлебнется, Павел, и ровно ты будешь. Почему? Я говорю, потому что ты остаешься на хозяйстве. А я, когда он трезвый, я говорю, зачем вы обманываете? Вы вчера, когда тележку говорил вам прятать, он на ногах не стоял. А вы остались и на две недели, вот запомните. Да я с ним дружу, чтобы за свет заплатить. Да она лукавая-лукавая. Сын едет, внук ездит за свет. Мы никто не обращаемся за свет. Каждый день кто-то ездит. Это же ужасно. Я с ней вчера, сегодня говорил, у нее глубокое повлияние, у нее понятия о церкви никакого нет. Он на ногах не стоит, а вы говорите, я ему помогаю, вы пьяному помогаете. Я ей говорил, а я его пьяным не видал. Я говорю, что ты лжешь-то? Его трезвым ли? Да при мне, она стоит, хозяйство принимает, а он стоять. Она мне говорит, я его пьяным не видал, а это вы на него наговор. Да я ей сказала в глаза, зачем? Нет, она лукавая-лукавая. А у нее понятия о церкви никакого, вообще спасается, нет. Только в церкви. А ты вот сюда выйдешь, в тень, чтобы... Вне церкви нет спасения. В тень, чтобы... Вне церкви нет спасения. Нет, можешь подальше сказать. В тенье священства, рукоположенного, от апостольских времен, там это не церковь. Граница определенная. Церковь, она может, там не есть заблуждение. Это такое было всегда в церкви, но она церковь. И когда Христос пришел, его даже распяли в церковнике. Но он не сказал, что идите к велестивлянам, и там хорошо вам будет. Ну вот такая тематика. Желание, чтобы все мы пришли в Царство Небесное. Никто не оказался опоздавшим. Лукавый, хитрый, вор. Написано про Любодея, воры, Царствие Божие не наследуют. Виталий, есть о чем подумать? Я думаю, тебе есть. Ты член какой общины считаешься? Нет. Все, значит здесь. Ты сядь и подсчитай, сколько лет чего не платил. А, говорит, а как я... На Пасху, на Рождество там. Ты обязательно должен, за каждый месяц, за все прибытки, за все годы, которые ты не платил, что у тебя было? Подсчитай и сам на себя нагрузи это. За это не я отвечаю, ты. Ну понятно. Видишь, у меня особая молитва о Илюше твоем. У него тяжелое положение духовное. Ну просто... А? Он бы звонит, говорит, в церковь ходит. Ходит. Не всегда, но приходит. Это правильно он говорил. Ну и я могу подправлять, большой беседы не получается. Тут, когда он стоял с мамой, с Ириной-то, я стал говорить. Он, да нет, он общежитие, да так... Что ты общежитие не знаешь, что такое? Я общежитие-то... Да какая же там молитва-то, общежитие-то? Чужие люди, да мы же... Ну, чужие люди. Ты не вовремя не станешь на молитву, там... Ну, все чужое у тебя. Я-то это знаю как. Самые простые вещи ты не можешь... Ну, он говорил, сейчас там два человека. А? Он говорит, два человека живут. А это ничего не значит. Два человека достаточно, достаточно одного человека. И прием уже не будет ни молиться, ничего нет. Ты открыто молишься, исповедуешь? Нет. Ну, нет этого. Я подгоняю их к одному, чтобы поискал местоположение. Другое. Вот у меня живет Вася. Представьте, мы все время встаем... Нет, встаем мы в одно время. Илюша, ты встаешь, как мы? Нет. Утреннее чтение молитвы, кофизма. Есть у тебя? Ну, нету этого, нету. Разбор Слова Божьего, поблаженного Петла. Это есть? Нет, ну, по порядку. Нету, нету, нету. Дальше все такое. Мы многократно остались в день на молитву, когда ребята дома. Вот Володя у меня жил и прочее. Я хочу ему дать понять, чтобы в сравнительной степени он увидел, что он теряет. Ну, я тебе скажу, я не бескорыстный человек. Я думал, что он, может быть, попросится ко мне, у меня было место. В первую очередь, за квартиру я не беру. Второе, за питание, вот они... Мы, может быть, за электроэнергию только платили. Основное у нас мука, крупы, все, картошка есть. Ну, ему это не надо. Он там находится. Он еще этого ничего не понимает. Это уже... В прошлый раз он был, да, при счастье, не допущен был. Это, знаете, глубоко, небезразлично тебе должно быть. Речь там идет, конечно, и о бороде. Они тут все, наверное, там путаются, начинают брить. Ну, так? А он, говорит, бороду... Вот, у вас последнее вкресенье. Вот, когда оглашенное из-за дети было, а он стоит, я его вызвал отдельно, у тебя ты же... А я бороду сейчас не трогаю. Ну, я тоже не стал говорить. Батюшка, тебе не сказал в коридор уходить? Нет. По закону ты должен стоять, пока борода отрастет. Какая она у тебя была, и ты ей трогал. Ну, Давыд, как? Это не нами придумалось. Это верно в священное писание. Тебе зачем лукавить там? Вроде Христос пришел там... Ну, хотя другие... Христос пришел нам что? Нос на затылок делать или что? Или уши на лоб привесить? Человек остался внешне тот же самый. И Христа мы видим везде с бородой. Тебе что доказывать? Апостолы с бородой. Он пришел в ветхозаветнюю тень показать истинную. Тень будущих благ была. Игненок, резали... Ну, сын гортовечки. А теперь Агнец Божий пришел. Тогда была суббота, но вечная суббота это воскресенье, когда Христос вышел из преисподнего благовестства. То есть мы разъясняем... Там был ковчег, ковчег, а в ковчеге скрижали, скрижали, прообразовали Сына Божия. Ковчег это Матерь Божия, в которой внутри был Христос. Почему мы почитаем и ковчег? Это надо разъяснять. На занятиях он сейчас никогда не остается. Просто не остается. Я хотел ближе, но ближе никак. Я Вася с ним пытался говорить. Я заранее тебе просто рассказываю. Он что-то объяснял, говорит, что допоздна... Нет, ну воскресенье допоздна. А, ну воскресенье это выходное. Воскресенье там дают отдыхать. Иначе зачем он нужен человеку? Выжатый. Для этого даются выходные. Для этого перемена дается. Я разговаривал, я по разговору. У него никогда никакого вопроса нет. Я его в интернете захватил. Он такую ложь там гонит. Такую муру, муть. Я вышел на него и поговорил. И он потом... И Грижо убрал. А потом прошло время. Я, Игнатий, я благодарю, что так. Я-то просто врал на себя, что попало. Он там знает языков десяток. Ну и проще там. Намолол, что только мог. А теперь это все стер и убрал. Зачем тебе это? Нас Бог будет судить, а не люди. Люди могут ошибаться. Но тут-то ты явно осознаешься, что это неправда. И выносишь... Девчонке понравится, кого-то так колпачить, мозги запудрить ей. А тебе, если назначено быть с кем-то, Господь найдет тебе избранницу. Настоящую, верующую, смиренную. Я не знаю, кому как достается. Вот мне нравится у Алеши. Она всегда с улыбкой, хорошие отношения. Но она не из детства старообрядка-то. Она такая. Поэтому у нее нет этой мертвой хватки, как там у Вовки или у Феди. Устинова. То есть она совершенно нормально, как говорят, адекватно судит, рассуждает. И они от нее, похоже, отстали. Там-то за невесту, когда боролись, там они крутили, хотели. А сейчас уж варлам на руках тут. Я сейчас подошел, они мне пацана показывают. Поговорили, Алеша зашел, обнял, поцеловал, там лепешку вот такую вот. Вот на две доски меда сотового. Я говорю, ты что делаешь это? Мне. Подарок. Ну, а я ему здесь достал где-то. А я ему тогда дисков, там новые записи. Он иногда на меня выходит. И просит помолиться, бывает там. Ну, отношения просто хорошие. Хорошие, как должно быть. Это не хамство никакого нет. Нормальные отношения родственников. И самое главное, верующих. Ее такие вопросы задают. Алеша столько вопросов. Кто-то приехал, мы, говорит, не знаем, его там гнобят свои старобрядцы. Прав он или не прав? Ну, говорят такие, прям я запутался. Я ему сразу места писания, он опять благодарит. Он ни разу не возразил, потому что я даю знания неприблизительные. Я обращаюсь, сразу ссылаюсь. Это говорит Ефрем Сирин. Даже покажу том, страницу. Ну, не знают они и попы этого. Они просто не знают. Недавно, когда в епархии было, я спрашиваю, сколько правил церковных, которые регламентируют нашу жизнь. Семь вселенских, девять поместных, святых, отцов и апостольские правила. Они не знают. Я говорю, действующих 989 было. За исключением Юстиния Иоанновых сегодня осталось 719. А из них 413, это 57%, каждый день нарушается в храмах, притом умышлено, никакой нужды нету. Могу ли я молчать об этом? Да кто-нибудь говорил? Никто не говорил. Я три года потратил на это. Я в канонах разбираюсь нисколько, не хуже, чем в Библии. Это моя жизнь, я ничем не связан, я день и ночь этим занимаюсь. А это теперь перепечатают везде в интернете. И я просто нашел это. Нашел, как каждый собор, какое правило. Я сравниваю, как в жизни, разговариваю со священниками, зная обстановку, вижу. Ну, бесстрашно. Это нельзя делать. Я вот поговорил о 10 денег, потому что я не знал, что кто-то не платит. И никакие наши молитвы не помогут, Бог проклинает. И от всякого твоего прибытка, какой-то у тебя прибыток есть. Вот он не берет священник, это один вопрос. А ты не давал, это совсем другое. Вот так. А сказал, за руль не сяду. А кто это? Киреха. А почему? Смысл понятен? Значит, поддержите друг друга. Помоги. Каким образом это сделать, если не платил, выйти из этого пленения. Мы попутно прошу всех молиться. Мы в опасное путешествие уже 17 июня тронемся. 10 у меня День Ангелов, 12 я завожу лагерь. А в следующее воскресенье мы выезжаем. Это сотни километров. Даже больше тысячи может быть. Вопрос, как ночевать? Где? Потому что и убивает, и чего-то не бывает. Одни советуют рядом с КП где-то останавливаться. Нам этого нельзя делать, потому что мы с таким товаром, мы сами себя им выдадим. Мы думаем даже и по телефону ни с кем не связываться. Есть даже, вот знаешь, вот как, когда мы позапрошлый год ездили с властяным, там, значит, есть такие места, как бы, ну, где переночевать. Да, вот типа домики такие стоят, и там вот на трех, на четырех человек можно, даже и больше, вот, там можно у них и воду взять, прокипятить. Это мы знаем, у нас нет, мы будем брать с собой все, у нас ни копейки лишние, там большие деньги берут. Вот видите, это построили для заработка, а не для меня. Не, ну, понятно. Поэтому с нами постель, с нами чугуны, кастрюли, вода. Тогда лучше палатки брать. Палатки будут у нас. Теперь где именно? Но тут в машине мы можем, у нас 2 на 2 метра. Ну, в машине сколько-то. 2 на 2 метра это прихожая. Но у нас очень большой груз, если мы выезжать будем. Это мы только в одно место в прошлый раз ездили, у нас около 50 килограмм. А 50 килограмм у нож на 10, уже 500. Это только на книгах. Поэтому мы, ну, не знаем как, советы, через месяц у нас какой-то маленький опыт будет уже. Кто сейчас Витя заканчивает на машине, чтобы ездить, вот скоро получит права. То есть сюда Третьяков сейчас пригнал машину. У меня есть там шофера, но надо, чтобы уволились с работы, это не на один день. Ну, все тогда у меня. Три поклона хотя бы. Господи, слава. Боже. Что делать? Там не знаю, что мы. Создав ими, Господи, помилуй меня. Бесчислави, если грешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Благослови дом сей, живущих здесь, и родных и близких наших наставь, чтобы святая Твоя десятина возвратилась в дом Божий, к священству, как и должно по слову Твоему. И чтобы мы не прикословили словам Твоим святым и истинам. Благословил Ты наш ход, благослови выход из этого места, приготовь все необходимое для благовестия. Тебе хвала, Тебя слава, честь и поклонение. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Отец, Сын и Святой Дух.